Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» И с вами Гульнара Умарова Сегодня неоднозначная, но вместе с тем, скажем так, памятная дата 29 марта Ровно два года назад обнаружили первого, ну по крайней мере в нашей области, нулевого пациента больного COVID-19 Конечно, с тех пор прошло уже некоторое время, но многие ученые говорят и специалисты, что нам с этим жить Но все же коронавирусное ограничение все еще существует С чего все начиналось, как все это проходит и как нам теперь беречь свое здоровье, мы поговорим сегодня с нашими гостями в студии По правую руку от меня Альбина Бауржановна Жошиева, главный внештатный инфекционист Михаил Столбников, руководитель IT-компании, добрый вечер Бибигуржикен Найтбаева, врач-инфекционист областной многопрофильной больницы И слева от меня Нурлубек Мустаев, заместитель и руководитель департамента санэпидконтроля нашей области И Талгат Чудобаев, наш волонтер, общественный деятель Добрый вечер вам, всем во-первых Ну конечно сегодня такая, как я уже сказала, дата неоднозначная и вместе с тем нехорошая, скажем так прямо Ну конечно же помню мы все как вот в первый год, когда только начинали Мы многие боялись, болезнь была неизвестна, вирус, о нем чего только не писали И в первое время, когда он только начался, конечно думали, что до нас не дойдет Слышали о Китае, Европе, вот, завозные случаи первые были тоже Давайте начнем с вас, Бибигуржикен Найтбаева Вы принимали самого первого, ну если так можно выразиться, нулевого пациента для нашей области, да? Да, да, да Как это происходило и было ли страшно в тот момент вообще перед неизвестностью? Ну во-первых, значит, первые пациенты, первые больные, значит, поступали в профильную больницу Это областная инфекционная больница, да? Областная инфекционная больница развернула, значит, отдельный корпус для ковидных больных Мы уже были подготовлены, мы уже ждали этих больных У нас были готовы все, значит, СИЗы, значит, ну мы готовили, читали лекции, готовились, знали Что в основном персонал, основной персонал областной инфекционной больницы Она умело знала работу в очаге особо опасных инфекций Мы, как врачи-инфекционисты, неоднократно, значит, работали в очагах особо опасных инфекций Значит, это у нас был брюшной тиф, да, вот такие у нас были очаги, спорадические Спорадические это очаги, это не эпидемия была, не пандемия была, а спорадические очаги особо опасных инфекций Поэтому персонал областной инфекционной больницы в какой-то мере, значит, был, ну как профессионально Мы уже знали, как нам одеваться, как раздеваться, как соблюдать дезрежим Какой должен быть в очаге особо опасной инфекции Но раз эта инфекция была нова для всего мира, естественно, у нас был страх Страх был из-за того, что у нас не было готового протокола лечения, значит, данного заболевания Хотя мы прекрасно знали, что это коронавирусная инфекция Эта инфекция, она не новая для всего мира, для человечества Но именно данная инфекция была именно нова тем, что у него патогенез был непонятный Патогенез заболевания, течение заболевания, именно было непонятно Естественно, был страх, не буду обманывать, да, действительно был страх Но это наш профессиональный долг Так получилось, что мне надо было идти первым Значит, мы в очаг, первая группа, которой мы вошли в очаг Первых больных, которых мы приняли Значит, это у нас Дюсенова Айша Биби Исерткеновна Она у нас была врач-терапевт Она, ну, молодая врач Стаж у нее не такой большой был, да Значит, я была, и у нас врач-реаниматолог Жубанов Серик Исполович Вот, мы три врача Три врача, самые первые бригады, первые бригады врачей, которые зашли в очаг Ну, а состояние пациента, вот интересно, он был напуган, либо спокоен? Естественно, естественно У нас поступили двое больных Почти одновременно поступили двое больных Это Саксайя поступила, из города поступила пациентка, да Пациенты были напуганы сильно Просто информация была такая, знаете, многошерстная, что ли, да Такая разная была эта информация Поэтому пациенты, естественно, были наслышаны, напуганы И это тоже как-то... Во-первых, нам надо было успокоить пациента Значит, сначала вот найти подход к пациенту Еще мы сами немножко напуганы были Сами надо было не показать, да? Я не трус, но я боюсь Да, ну, еще думаешь, как это дальше, как это поведет там Сначала сразу начали, конечно, вот эти... Собирать анамнез, сбор анамнеза, вот это все-все-все Ну, как обычная работа, как обычная работа Ну, сейчас, наверное, уже проще вспоминать, да, весело В то время было страшновато все равно Да, мы все были напуганы, слышали разли С Ай-Ша-Би-Би сутками И я сутки, потом, значит, сутки Ай-Ша-Би-Би заходят Вот, мы сутками работали У нас где-то дня три-четыре дня где-то всего двое больных было, да Начали потом поступать В основном начали поступать у нас больные с... Наши эпидемиологи их останавливали, вот эти фуры Дальнобойщики Дальнобойщики, да Это завозные случаи, да Да, 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 да Вот, и оттуда к нам поступали больные В основном это иногородние Да, это Узбекистан, да, граждане... Вот эти первые двое были мы как раз тоже, ну, в этом случае Мы как раз работали с ними тоже, да Да, 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 граждане Узбекистана к нам поступали Вот, мы с ними тоже язык как-то находили, все Они, этот, им тоже было тяжело, естественно Они столько дней дома не были, ехали домой И тут еще у них товар там, еще они переживали за товар Мы говорим, вы не переживайте за товар Они говорят, вам легко говорить, говорили Простой, убытки тоже, да Да, 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 что вот там, что все это сгниет там У них давление повышалось, мы давление никак не можем стяжать Ну, все это было, все это было, конечно Сегодня, может, прозвучит как-то непонятно или странно Но сильно не будем углубляться вот и в анамнезы, и в названии препаратов Давайте просто вспомним, как это было и немного с облегчением, скажем так Потому что, может, я заблуждаюсь, вот как вы считаете, вы были на передовой Вот сейчас вот этот период, он, может сказать, что самый трудный позади Тем более, учитывая, что сейчас уже, как я говорила, определенная схема уже лечения выработана Конечно, уже то, что за два года увидели, за два года прошли И вместе с ним, и мы учились вместе, как бороться, как все это преодолевать Конечно, были свои трудности Хотя много, ну, как мы знали, то, что уже в конце 19-го года в Китае уже шел рост заболеваемости В начале года уже было подготовлено постановление санитарного врача республики И мы уже тщательно начали готовиться, то есть медицинские работники проводили свои учения В аэропорту, как будет приезжать, там, прибывать больной Потом уже начали, вот, студенты, как вы помните, да, с Китая наши студенты прибыли Их мы брали на карантин, открыли уже карантинные стационары Когда прибывали наши граждане каким-то боком, которые были связаны с Китаем Их также не было симптомов, но отправляли в карантинные стационары С ними тоже было очень тяжело работать, потому что иногда, когда рядовые сотрудники шли, они не поддавались И приходилось нам самим уже одеваться и их уговаривать, что да, да, на определенный времени вы должны находиться под карантином Они отказывались максимально Но, фактически, потом уже их всех уговаривали И, как говорил коллега, тоже вот первый случай, они действительно, когда первые протоколы видишь Уже когда все равно как-то неожиданно И потом, в основном, у многих началась паника же Первый случай, начались там очень много звонков Мы всегда говорили, подождите, мы сперва соберем анамнез Мы должны же откуда, что, как, контакт на всех Ну да, он, по-своему, был трудный момент И, как вы знаете, заболеваемость, хотя она не новая Но сам он был штамм, агрессивный штамм Закрывали подъезды Дежурила полиция Вы правильно заметили Вот сейчас уже смешно вспоминать Но тогда было страшно Был момент, когда человек вышел из дома, он не может теперь домой попасть Или зашел в дом, теперь он не может выйти оттуда Или в гостях, допустим Много таких тоже Да, вот в других регионах, я не знаю, было ли у нас, когда подъезды заваривали Делали специально окно и продукты доставляли У нас было такое, разве что-то? У нас одесса, по-моему, заваривали, но закрывали подъезды На Жаеке, да, закрывали подъезды А мы старались в тот район даже не ходить Подъезды закрывали Да, вот в самом деле в самом начале Очень как-то жутко И все пугало, потому что неизвестно Как всегда, что и как будет Посреди ночи скорая приезжает, забирает Да, вы у нас каждую неделю, можно сказать, дежурили на канале Я имею в виду, рассказывали Ежедневно, ежедневно О ситуации, да, бесконечные брифинги Журналисты вас осаждали В том числе и наши тоже Сейчас вот, да, вот вспоминая Вот эти минуты, как вы считаете, что Вот вас как Не как врача спросили Самое страшное, что было здесь? Мы создали оперативный штаб Именно на пропускных пунктах На таможене, на Самарских Погадай, в Курлин Образовалась большая очередь Вот именно не могли отследить Блокпосты Блокпосты, а именно таможенные Когда иногородние, да Не было интернета на блокпостах И передавали вручную То есть забивали Там двое девочек сидело Анкетирование Анкетирование было Двое девочек Потом передавали это все сюда В Уральск Через машины На Север Да, мы оперативный штаб создали Начали подключать, разворачивать интернет В первых, 29-30 числа Решили вот в Экимате собраться Давайте сделаем туда интернет срочно Мы поехали с ребятами со мной Два специалиста, ребята тоже молодо приезжаем Там получается Контейнер 40-тонник получается И две комнаты В одной сидят В одной сидят Как рассчитано Как комната сидят именно врачи Анкетирование проводят Там девушки, молодежи А вторая как изолятор В случае кого-то Мы расположились в изоляторе Ну тогда еще случай завозных небов Расположишь в изоляторе Антенны все это раскладываем Там мы это делаем Так ну легкие у нас СИЗ, костюмы там Маски Ну еще пока не допонимаем Все делаем Ставим туда-сюда назад ходим Выезжаем мы с этого Выехали Интернет настроили Утром приходят Обнаружили двоих С Узбекистана Гражданам Узбекистана В такое-то время У меня ребята Заводят на строй Вот были Это дети Из Узбекистана Вот это двое Мы в этом изоляторе Все Обихарил Что делать Туда-сюда Мы давай звонить Когда Во сколько Они говорят Нет это в ночь Как раз в 2 В 3 часа ночи А мы в 6 утра были То есть они говорят В 6 везли А мы после 6 В часов 8 Приехали Мы как раз в интернет Тестируют Начинали антенны разворачиваться Тоже у меня ребят Все перебугались На снижение Говорят Да нет Нас мимо прошло Мы опять на этот пост Выезжаем У меня выходят Ребята до этого Они выходят Вдвое перчатков Вдвое уже масках Уже Не просто так Это были просто маски Маска Распиратор Двое перчаток Уже все перепугались Но уже поняли Что да Действительно Есть уже Это у нас Первый случай Вот мы застали Вы тоже Не зря Я вас пригласила Вы тоже как раз Были на передовой Когда отказались Местные компании Телекоммуникационные Вы сами устанавливались Мы с первых дней Началось Мы именно занимались Провизорными инфекционами Когда вот начался Поток именно заболевания То есть ситуация какая пошла Начали выделять Начали сначала Начали на Ивушке выделили Потом на это как-то там Ступ диспансера объекта Кумыска И начали быть на Кумыске И начали быстро поток пошел Начали развивать более объектов Но не было подходящих То есть помещений Чтобы видеонаблюдение было там Ну И мы начали как бы По горячему Вот это расширение В районах делать В полевых условиях В полевых условиях Из-за чего пошло Началось много заражения Тоже С медперсонала пошло Быстрое заражение И началось Вопрос стал Жестко как бы Ставить видеонаблюдение Там опять же Стенги за ребят Там откуда я не помню Завезли Они в этом Фикционно больше там Бунт устроили Начали там выпить хотели Убегать Короче Да Вот тут нам Давайте будем камеры Все это как бы Тестировать Чтобы в ДВД Это все отрабатывать То есть ну вот мы В этот момент встал Да Многие компании Конечно так крупные Там более конечно Наших уже Начали Ну для всех страшно было Действительно никто Мы людей своих Как бы не это как Добровольцев так сказать Никто Все Ой там заболел Все боялись Как-то Ну определенность не было Все как чума Наверное как раньше Когда была чума Как чума наверное 21 века Так сказать Это был Да Это коронавирус Да Все боялись То есть идти У нас ребята В команде помоложе Ну то есть как бы Ну необходимость вышла Мы тоже Пошло у нас как Не так принужденно А просто мы собрались Кто у кого есть желание Заработать То есть вот Есть вот так вот С риском для жизни Оказалось далеко А там кто-то где-то Это едет А тут что это Не у нас Ну за эти два года Коснулось Да Коснулось Я не знаю Нет такой семьи Кого бы не коснулось Кто бы не болел Да все У меня и супруга У меня и супруга переболела И это как Мама переболела И детский у меня Это как многодетный Ну у тебя и ребенок Переболела Ну дети легче как бы Перенесли Ну по факту В принципе Вокруг меня Можно сказать Знакомых Там ну и семье Родных Конечно все переболели То есть уже мы Осознали Как-то Да Это было как начало Да это наговаривают Это как всегда придумают Да Страшно конечно Страшилки какие-то Сначала все люди Не верили Потом боятся Все начали К этому мы еще вернемся Конечно К страшилкам К простому населению Да Альбина Баужановна Вот Конечно же было Сперва Разумеется Был тоже да Изначально Протокол лечения Какие-то Определенные лекарства Со временем Выяснилось Что некоторые лекарства Оказывается Не нужно применять Как удавалось Вот перестраивать Скажем так С одного Протокола на другой Метода протокола Лечения на другой Там Испытывать буквально Вот как мы уже Сейчас говорили В полевых условиях Все на ходу Ну вот смотрите Действительно Вот как сказала Биби Глюжикенна Да Они начали принимать Самых первых пациентов А потом уже Как шторм Как волна Да К вам уже Да Уже вот стали поступать Многочисленные Прям пациенты Прям было время Когда мы за сутки Принимали по 60 пациентов Да И размещали их Но это было тогда Бессимптомные Это были Бессимптомные формы Вот про симптомы Мы еще поговорим Давайте Примем первый телефонный звонок Давайте Телезритель заждался Добрый вечер Говорите Да-да Добрый вечер Слушаем Да-да Здравствуйте Здравствуйте У меня вопрос Вот у вас тема Про Ковид Вы говорите Тоже сложно было Насчет общественного транспорта Ну в данном случае Вопрос общественного транспорта Его полностью отменить Как таковой Нельзя Нельзя было Были моменты Когда были локдауны Как вы знаете В выходных дней Транспорт останавливался Но в любом случае Передвижение было И конечно же Требования за ними Чтобы они Соблюдали масочный режим Как водители Так и пассажиры Так же было Но полностью соблюсти Это все Конечно было тяжело Мы сами же прекрасно знаем В нашем городе Мы живем в нашей области Поэтому ситуацию знаем Но то что Обеспечение их Санитарным условием Это конечно же Это ответственность Самих Администрации Руководства Парка Автопарка И конечно же Местоисполнительного А сейчас требования Изменились Что-то вы говорите Автопарку В данном случае Уже сейчас Если будем Сегодняшним днем Говорить Сейчас уже Все ограничения Как вы знаете Уже сняты За исключением границы Только рекомендательный характер Масочный режим У нас соблюдается Только в медицинских учреждениях И пользование Средствами В объектах Общественный транспорт Общественный транспорт Все вот эти места Массового скопления людей Там чисто рекомендательный характер Но вот эти требования Алгоритм Конечно же Мы ранее При острых респираторных Вирусных инфекциях Мы и говорили Про антисептики Про дистанцию Масочный режим Оно всегда у нас было Оно никуда и не уходило Но на сегодняшний день Такой формат работ Рекомендательный характер Такой формат Сейчас и применяется Понятно Давайте вернемся Альбина Баужановна Вот к этому вопросу Вы говорите 60 пациентов Да, конечно Со временем Их стало еще и еще больше Лечение Которое вы применяли Оно было ли эффективным В самом начале? Мне бы приходилось Другие способы Я хочу сказать Что в самом начале Когда поступали Бессимптомные пациенты По нашему клиническому протоколу Мы тоже должны были Их пролечить В течение 14 дней Противирусными То есть пероральными препаратами Которые даются через рот Это было прям прописано В протоколах И конечно Так как это была новая Еще не до конца Изученная Инфекция Нам приходилось Ориентироваться На эти протоколы На какие-то Мнения экспертов Мнения ученых Не только наших казахстанских Но и зарубежных И российских Поэтому нам приходилось Лечить Даже бессимптомных пациентов И мы выписывали их С двукратным Отрицательным анализом ПЦР И я хочу сказать Что в то время Когда мы их Изолировали Когда мы Лечили этих пациентов Я хочу сказать Что вот Именно Массового поступления Тяжелых пациентов Не было Действительно Вот эта вот Изоляция И вот это вот Лечение Она давала Свой эффект А потом вышло Новое постановление Что бессимптомных Пациентов При условии Что у них Есть домашние условия Можно на домашнем Карантине Держать Но тогда не было Такой системы Как АШР И так далее И мы не знали Находились действительно Эти пациенты Дома или нет Но я не знаю Это была уже Привилегия Амбулаторной службы Поэтому Когда уже Запустили Этих пациентов По домам Уже участились Случаи Когда уже Начали поступать Пациенты С симптомами И конечно же Уже нужно было Менять протокол Потому что Тот протокол Который у нас был Был ориентирован Как сказать Больше на таких Вот С легким Со средне-тяжелым течением Да С бессимптомным течением И вот Когда Было вскрытие Первый пациент Это был за рубежом В Италии Да И обнаружили Что оказывается Вот в патагонезе Этого заболевания Все-таки Вот идут Пневмониты Да То есть Идут Тромбо-воскулярные процессы Тромбообразование Тромбообразование Повышенным Последствия Да И конечно же Протокол Протокол Вот Все время Менялись И перестраиваться Я вам скажу Было Не тяжело Потому что Оставались Ну некоторые Противирусные препараты Которые Применялись Перорально Убирались Но вместо них Приходили Более такие Эффективные Да Для внутривенного Введения Например Вот препараты Поэтому я хочу Сказать Что на сегодняшний день Вообще Я хочу поблагодарить Всех наших Вот Именно Профессоров Да Коллег С республики Которые всегда Были с нами На связи И я хочу Поблагодарить Своего вот Руководителя Да Ахмеду Наде Абрикну За то Что она Предоставила нам Такую возможность То есть Областная инфекционная больница На момент пандемии Именно взяла В штат Прямо Надя Абрикна Договорилась Именно вот С кафедралами Это были Профессора Освендиаровского Университета Алматы Это были Профессора Медицинского Университета Астаны Она прям Взяла их В штат Мы им платили За то Чтобы они Консультировали Теоретики Нас Консультировали Они были Не только теоретики Эти профессора Это были Те люди Которые действительно Заходили тоже В СИЗах Красную зону И лечили этих пациентов И у нас Была возможность Консультироваться С ними 24 на 7 Потому что У нас С нами Был Такой Вот Договор Это не только Была областная Инфекционная больница Я работала В областной Многопрофильной Больнице Любая больница Любая больница Области Любой доктор У нас прямо В ординаторской Висели номера Телефонов Фамилии Имя Отчество Профессоров К штатам Мы вернемся И мы в любое время Дня и ночи Могли выйти На связь На связь С своими старшими У нас телезритель Заждался уже Мы давайте Примем звонок Потом продолжим Хорошо Да-да Говорите Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Хочу задать вопрос Вот при выезде В СНГ ПЦР Сейчас В данный момент Нужно вставать Или нет В СНГ Да Да Нужно в СНГ Россию Спасибо Ага Коротко Ответите Ну По крайней мере Как вы видели В социальных сетях То что При выезде В соседнюю Российскую Федерацию Уже Отменили ПЦР То есть Если ранее требовали И в другие страны Конечно у них Свои требования имеются Это надо ознакомливаться С требованиями Министерства Данных Стран Куда они выезжают Страны СНГ Поэтому у каждой страны Свои имеются требования Или же ПЦР Или же паспорт вакцинации Который у нас есть С некоторыми странами Имеется По СНГ Поэтому А от нас как? От нас у нас Остается паспорт вакцинации Ревакцинации ЖПЦР Или либо же ПЦР За последние 72 часа Пока остается Для въезда Беда Гульжикенна Вы сказали Были на связи 24 часа в сутки Это было организовано На уровне Областного управления Здравоохранения Это была договоренность На уровне Областного управления Здравоохранения Со всеми специалистами Значит Астаны Алматы Значит Москвы Мы Могли выйти На связь Москву Наша областная Многопрофильная больница Мы там работали Отдельный корпус Как инфекционный В курсе вы знаете На 150 коек Мы работали Значит У нас была Знаете Такая Это уже На уровне Главного врача Областной Многопрофильной больницы Значит У нас Была организована Связь С Саратовской Областной Многопрофильной больницей Они точно так же Как мы работали Работали И мы Значит У нас был Онлайн Онлайн Конференции Проводили На их конференциях На их конференциях Мы Могли участвовать Онлайн Они нам Отправляли Вот эти координаты Или как там Да И мы Выходили Значит Значит То есть Все это вам Очень помогло Очень даже Помогло Взаимодействии С коллегами Нам помогали Со всех сторон Со всех сторон Конечно Было тяжело Я ничего не говорю Значит Но Мы одни не оставались Мы одни не оставались И каждый новый протокол Когда вы Вы сказали Как вы могли Ну как вы быстро могли Основать данный протокол Перестраиваться Перестраиваться Допустим Вот сегодня С Астаны Уже спускают нам протокол Допустим Да В Казахстане Новый протокол Мы В этот же день Обсуждали Все которые в очаге Работают доктора Все как один Мы остаемся Мы начинаем Работать Над этим протоколом Оперативно Начинаем Что-то новое Что-то Это да И мы работали Здесь Не только Которые работали В очаге Они Сейчас же онлайн Мы всех созванивали С которой Если вы помните Мы раньше работали 15 дней 15 дней работали 15 дней отдыхали Вот так Те которые уже ушли На изоляцию Они тоже уже были в курсе Эти протоколы Они все Каждый Каждый врач Который Работает в очаге Они уже знали Каждый протокол Уже видели Ознакамливались Да У них У всех В телефоне Понятно Биби Гужикенна Вот у нас Еще один гость Который тоже Можно сказать Вам Помогал Пусть даже косвенно Там За пределами больниц Стационаров Но волонтеры Я имею ввиду Наши общественники Волонтеры Люди тоже И с акиматов С различных партий Вот как раз у нас Сталгат Чудобаев Тоже волонтер Он помогал И пока есть время Давайте дадим ему слово Пусть он расскажет Как преодолевали трудности Помните мы с вами Как раз Ровно два года назад Тут собирались Я помню Спасибо большое за приглашение В первую очередь Наверное хотел поблагодарить Врачей СЭС Тех людей Которые одевают белые халаты Выбор делали Большую огромную работу Мы же С ребятами Организовались Как волонтеры Общественники города Нас Собрал акимат В те дни И разделил Наш город На округа И мы базировались В основном В ассамблее народов Казахстана И нам был закреплен 7-й и 17-й округ То есть это район 6-го 9-го микрорайона Те наверное Страшные дни Которые вот мы увидели Хочу наверное сказать И наверное никто не поспорит Что многие люди Может быть наверное все И в том числе госорганы Не были готовы К такому вот Большому наплыву Да никто не был готов К сожалению Этой болезни Этой пандемии И так же мы Как волонтеры Как простые ребята Тоже вот Знаете Не остались в стороне Почему? Потому что Наверное Как вы знаете Вот в городе Работаем уже около 6 лет Занимаемся Общественной Волонтерской Уже благотворительной деятельностью Но в то первое время Как было тяжело В то первое время Сначала мы не понимали Как вообще это Сделать структуру Почему? Потому что Много ребят Я вот хотел поблагодарить Тех людей Которые сейчас видят Неравнодушных людей Также те люди Которые долгое время Занимаются волонтерством Они Звонили Оказывали Хотели оказать помощь Как-то принять участие Даже те предприниматели Наши большие города Которые Свозили нам продукты питания И Слава Богу Что мы поставили Систему Мы разделили город Получается На 20 округов И туда Вступили все Партии Общественные организации Фонды Молодежные организации В том числе И просто Неравнодушные люди И мы закрепили За каждой организацией За 20 организаций Вот эти округа Ясно К нам еще Вы говорите Подключились люди К нам подключился Телезритель Который с нетерпением Хочет задать вопрос Нашим гостям И потом продолжим Добрый вечер Говорите Да-да Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте В прошлом году Я попала В ковидом В июне месяце В самый разгар Больница многопрофильная Мне 64-65 И вот я хочу Что сказать Я хочу выразить Свою огромную Благодарность Ему медицинскому Пенсионалу И особенно Своему Лечскому врачу За ее Чуткое отношение За ее Как она За всех нас больных Как говорится Переживала За нас Боролась Мусиева К сожалению Вы извините Я в таком состоянии Была Я ее Имя Отчество Вот забыла Мусиева АЕ И вот я там Пролежала Я была Благодарна Знаете Там все так Четко было Поставлено Все врачи Средний персонал Технический персонал Ну вы представляете Они все В этих костюмах Мокрые Жара Июнь месяц И они Как говорится Непрерывно Без отдыха Там работали По-любому Только Звонку Бежали К своим больным Оказывая Неотложную помощь Ага Вот я вот хотела Выразить Меня зовут Спасибо По мере моя Каюпова Это для меня Спасибо Спасибо большое Непременно передадим Спасибо Я думаю В ее лице Тоже всех врачей Вам огромное Еще раз спасибо Видите как Приятно Еще приятно было Тем Кому вы ездили Талант Потому что Семьи посещали И больным Передавали Расскажите Вот эту памятную Историю С газелями С фурами Что произошло Сначала Расскажу Немножко в деталях Когда Был такой локдаун Нельзя было Передвигаться Мы совместно С Акиматом Разработали Такие пропуска Почему Потому что Мы днем и ночью Ездили По городу В районы И чтобы Дабы не останавливали Собсотрудники полиции Были разные случаи Конечно Хоть и у нас Были пропуска Но В общем Мы как-то договаривались Как-то показывали Что реально Мы едем по адресам На тот момент Был колл-центр Который скидывали нам Волонтерам адреса Которые нужно было Обращались люди за помощью И вот так вот Мы как бы Построили работу После того Вот В Уральск Начала приезжать Гуманитарная помощь С всего мира И Акимобласть И Галина Жеменевич Создала такую комиссию И в том числе Я туда зашел Мы распределяли Вот это СИЗы Маски И распределяли По поликлиникам Помню такой момент был Какое-то время Мы Недели две Наверное Раздавали арбузы По По всем поликлиникам У нас сколько Восемь вроде Если не ошибаюсь Поликлиникам Также вот В больнице завозили Один предприниматель Позвонил Говорит Я не знаю чем помочь Но у меня есть арбузы И как бы продаж нет Давайте Может вы возьмете Заберете Конечно Со смехом Ты все вспоминаешь Но Один такой момент Конечно До сих пор Наверное Остался на сердце Мы с ребятами С предпринимателем города Мы собрали Определенную сумму И закупились Медикаменты Нашли контакты В России Хотя у нас здесь В Уральске Не было Никаких Таблеток Мы нашли Контакты В России Купили На определенную сумму Чтобы раздать Здесь в городе Уральск Нашим людям И но Нас на границе Остановили И Завели Как бы такой Административный штраф Мы оплатили за этот штраф Написали что контрабанда Хотя мы объясняли Мы обговорили С Акиматом Что эти две газели Идут наши Они волонтерские Вы не трогайте Мы раздадим Эти людям Но после того Как мы Оплатили штраф Конечно Нам вернули Эти газели Мы раздали людям Большое количество Людей звонило Мы у нас Телефон Просто наверное Не отдыхал Всегда разряжался Да вот И Ну после того конечно После таких может быть пробелов Почему? Потому что то время Было очень сильно непонятное Не было такой большой структуры Такой системы Такой хаос был Да И после этого конечно Позвонили Там сказали что Мы награждаем вас Медалью Безберген Как раз Которая вышла Неожиданно Было неожиданно Да Ну хотя как бы От этой медали Мы даже и не думали У нас был в первую очередь Вот именно Вы совершенно не думали Просто делали свое дело А то так оказалось Мы делали то дело Которое Огромный вклад Тем самым Вы просто скромно Об этом молчите Мы делали то дело Которое занимались ранее Просто у нас был такой большой наплыв Мы еженедельно развозили По 50 семей Наверное Наши города Не считая других округов И с трепетом Всегда смотрели Постановление С тайного врача Через три дня Через неделю И мы всегда молились Дай бог Чтобы у нас Меньше заболеваемости было Да Последний телефонный звонок Примем сегодня Иначе не успеем поговорить Добрый вечер Говорите Да-да Слушаем вас Да-да Говорите Алло Здравствуйте Добрый вечер Говорите Я вот Я вот Это тоже Пострадаю Вот От Победения Вот Мне сейчас 40 лет У меня была Такая Степкина Два подруга В принципе И Она меня не Не дождалась Я тоже Считается Чертная Толоса Моя Я не хочу Поэтому Вспоминаю Ужас Это Непонятно Совершенно Вы говорите Все было Хорошо У нас Да Пожелание Да У вас Спасибо Ну Выключилось Но видимо Пожелание Были Потому что Связь Иногда К сожалению Глохнет Кстати По связи Да Очень Тогда Проблематично Тоже было И Компании Которые тоже В которых Сотрудники Вернее Заболевали Телекоммуникационные Компании Слотовые Операторы Тоже Со связью Тоже были Перебои Но приходилось Терпеть Вот Самое главное На данный момент Вот Казалось бы Уже Все позади Но Еще К сожалению Есть И вам Есть чем Заняться И вам Михаил И вам Тоже Обеим Есть Еще Чем Заняться Увы Вот Тот Важный Вопрос Пока У нас Есть Время Верно Либо То выражение По крайней мере Относительно Вот К нашей Местности К нашим Реалям Что Ковид С нами Теперь Уже Очень На долгое Время Да К сожалению Коронавирус Это была Пандемия Пандемия Оно Сейчас Идет На убыль Да Можно Сказать На убыль Но оно Еще Полностью Не ушло И Надо Помнить Сказать Это Откровенно Населению Нашему Что Мы Полностью Избавиться От этой Коронавирусной Инфекции Мы не сможем Мы не можем Значит Надо Помогает Именно Сдерживать Эту Коронавирусную Инфекцию Именно Вакцинация Именно Вакцинация На сегодняшний День Значит Вакцинировано Население Нашей Области Где-то Примерно На 65 67 67 Процентов Да Охват идет Да Ну это Неплохое Но конечно Было бы 80 Лучше Если честно Вот так сказать И И тогда У нас Формируется Коллективный Иммунитет У населения И Данный Вирус Он действительно Ему будет Очень трудно В нашем Обществе Прижиться И тогда Мы можем Как-то Уверенно Сказать Что мы Да Мы защищены От коронавирусной Инфекции Коронавирусной Инфекции Она у нас Останется Но Патогенетически Оно Несколько Ослабнет Ослабнет И он Останется Среди Нашего Населения И периодически Может вызывать Обычные Как бы Острые Респираторные Вирусные Инфекции Да Лабораторно Только Диагностика Лабораторная Может определиться Что это Данные Острые Респираторные Вирусные Инфекции Это именно Коронавирусные Инфекции Это только Устанавливается Лабораторно ПЦР-диагностикой Понятно Ну а как вам Мнение Некоторых Европейских Ученых Что этим Нужно Просто Как бы Переболеть Всем Будет Естественный Иммунитет И будет Все нормально Как вы Читаете Альбин Болжен Как грипп Вот это Имеет место Бытия Чтобы всем Переболеть Уже Коллективный Иммунитет Или это Неправильно Смотрите Я Клиницист Я Лечащий Врач Поэтому Я хочу Сказать Что Переболевший Человек В любом Случа Он имеет Антитела Против Этого Ну даже Если это Не коронавирус Против Любого Против Любой Вирусной Инфекции Бактериальной Инфекции Если человек Переболел Им Он имеет Определенные Антитела К этому Вирусу Поэтому То что Коллективный Иммунитет Будет Среди Переболевших Я с этим Согласна Я также Согласна С тем Как клиницист Как человек Который Лечил Пациентов Мы Видели Пациентов Которые Повторно Поступали Но Они Болели Легче Поэтому Я хочу Сказать Что Все же Нужно Беречься Смешно И подъезды И вот это все Кажется весело И смешно Но На самом деле Очень-очень страшно И давайте Послушаем Теперь уже Наверное Я обманула Последний звонок На этот вечер Потому что Очень много Звонят Пишут Как мне подсказывают Видимо Эта тема Все еще Болезненная Для многих Добрый вечер Говорите Да-да Плохо Слышно Говорите Добрый вечер Здравствуйте Да-да Слушаем Слышно Слышно Говорите Да-да Слушаем Говорите Какой у вас вопрос Очень мало времени У меня такой вот вопрос Смотрите Алло Да-да-да Говорите Мы вас все слышим Вопрос у меня следующий Вот смотрите Все прям Безумно Утверждают И говорят И опасаются И боятся Этого коронавируса Да Хорошо Я согласен Что Возможно Это вот Проблема Которая охватила Весь мир Да Медицинская Это все понятно Вот Теперь у меня просто вопрос Непосредственно Вот к тем людям Которые вот Сейчас вот Женщина говорила Насчет этой вакцинации Вот у меня есть у самого три случая непосредственно, три близких человека, которые не болели коронавирусом, никаких симптомов у них не было. Но при вот этой вот вынужденной, как говорится, заставили людей сделать вакцину или им сказали, что уволят с работы. Люди сделали вакцину. Через две недели один скончался, еще через две недели другой скончался, еще через неделю скончался третий. До этого абсолютно здоровые, полноценные, как говорится, семейные люди. После этой вакцинации они, как говорится, отошли все на небеса, так скажем. Поэтому у меня в связи с этим вопрос, кому теперь верить самому себе, человеку, который, допустим, на просторах интернета много можно услышать мнений касаемых коронавирусов и от врачей, которые работают в хороших организаторах, фарма-эстетических или еще что-то. Либо же слушать наше телевидение, которое утверждает, которое навязывает и которое, как говорится, заставляет делать эту вакцинацию. Вот я лично, да, мне 48 лет, я ни разу не болел ни коронавирусом этим, ни еще чего-либо подобным, да, я не ставил себе эту вакцину всей своей семье, всем своим родным, близким, я категорически запретил это делать. Никто из них не ставил, даже в первый пик, во второй пик, как говорится, вот этой вот пандемии, и никто из них не заболел. Ясно. В чем причина? Мы можем об этом очень долго рассуждать, телевидение не заставляет делать вакцину, скажем так, потому что профессия журналиста, спасибо за то, что задали такой очень болезненный вопрос, мы на него ответим. Мы нейтрально, как всегда, мы даем площадку одинаковую и волонтерам, и жителям сомневающимся, и неверующим, верующим и тем, кто лечит. Но, к сожалению, действительно, вопрос вакцинации, он все еще болезненный, он как возник тогда, вот, когда пошли первые вакцины, первые уколы, нас, население, я имею в виду, так он и остался болезненным. Вот вы, Нарлубек, может, пока время немножко осталось, скажете, все-таки вакцина, вот как сейчас говорят, человек не болел, и вдруг она может побуждать к тому, что человек заболевает? В данном случае, если человек не заболел, это прекрасно, значит, у него иммунитет хороший, у каждого человека он индивидуален, и нет такого момента, что я привился, и я 100% гарантирую себе то, что я не заболею. Ни одна вакцина в мире не защищает 100%, у каждого своя есть эффективность от 85 до 92%, тот процент, вот от 10-8% эти люди, они могут заболеть, даже может быть и летальный исход, но, возможно, переносит даже и легко, да, легко перенесим, много это воспринимают как-то с ухмылкой какой-то, но действительно, если человек привился и потом перенес его в легкой форме, просто насморк, температура пару дней продержалась, это нормально, а когда человек лежит в реанимации и без кислородной маски никуда не может деться, это очень даже тяжело, это на тот момент было не совсем, да, поэтому вакцинация, она, ну человек умер, мы не знаем, какие факторы спровоцировали летальный исход, возможно, у него были какие-то сопутствующие заболевания, возможно, он был на пике, в тот момент уже он переносил заболевание, мы сейчас не можем говорить об этом, каждый случай он будет индивидуален, и сейчас даже вот говорят, вакцинация, она всегда спасала миллионы жизней, историю, если вглубь копаться, да, есть в социальных сетях очень много людей, которые много что говорят, но мы не знаем, кто они, есть у нас, мы официальное лицо, у нас Министерство здравоохранения, которое официально говорит от лица, поэтому мы всегда от лица Министерства здравоохранения и здесь на своей территории, на территории нашей области, также будем говорить о том, что я как сам санитарный врач, я знаю ситуацию, мы не только с коронавирусной инфекцией, мы и с ребенка, вообще с рождения, как вы знаете, прививается, благодаря чему у нас сейчас нету вспышек корей, у нас нет дифтерии, у нас нет брюшного тифа, у нас нет вирусного гепатита А, да, который сейчас был раньше, да, полиумилит, который горели многие страны на полиусередине, поэтому вакцинация нужна, и сейчас мы должны поддерживать иммунитет, вакцинация, потому что штамм коронавируса, еще раз поддержу коллегу, потому что он никуда не делся, будут отдельные, возможно, подвиды агрессивные, которые будут, будут спысячные явления где-то, но это все будет, мы будем как бы, ну оно будет контролируемо, поэтому мы не знаем даже, что будет впереди, например, что нас ждет, да, потому что вы знаете, Китайской народной республике обратно, у нас есть подвиды, омикрона, есть в странах Европы, есть обратно же, он никуда не утих, еще заболеваясь, поэтому миграция большая, возможно, обратно же придет и подтип, и, главное, коронавирус обратно будет расти. Правда ли то, что, вот телезрителям тоже пояснить, что вот в этом и есть особенность коронавируса, что возникает, буквально 10 секунд осталось, что возникает, коронавирус бьет именно по больным местам, которые и так уже до этого болели. Ну, если у человека есть, например, у коллеги, у кого и были там сахарный диабет, да, сердечники, они более тяжело переносили заболевание и даже приходилось до летального исхода, поэтому надо беречь себя и беречь здоровье близких. К сожалению, время ограничено и закончилось уже, но надеюсь, что мы к этому уже не вернемся, я имею в виду, к такому плохому и негативу никогда не хочется возвращаться. Ну, грипп, например, грипп. Мы же против гриппа, сезонные вакцины, вакцинации мы проводим. Да, мы будем надеяться, что, да, население в Существе тоже привьется. Группы иска. Но, к сожалению, эфирное время уже закончилось. Будем надеяться на разум наших жителей, что продолжат и себя защищать, и близких тоже, и все меры принимать. Вам огромное спасибо и низкий поклон за вашу работу, всех вас во время ковида, и, думаю, вы будете продолжать в том же духе. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню о том, что это было ток-шоу «Давайте обсудим». Мы сегодня говорили о коронавирусе. Берегите себя, своих близких, и непременно, конечно же, соблюдайте все меры. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин